Всем привет! В этом видео я расскажу о новом событии, когда оно начнется и какие награды мы за него получим, а также о новом рекорде Геншина. Всем приятного просмотра! Событие журнала экспериментов по распознаванию преступников начнется уже 17 ноября и продлится по 27-е. Для участия необходим как минимум 20-й ранг и выполненное задание архонтов в песне о драконе и свободе. Первые 6 дней события будет проходить этап фотографирования. То есть нам нужно сделать фото 5 разных образцов, которые соответствуют характеристике дня. Образцами можно обмениваться с друзьями. Информацию об образцах можно будет найти в архиве приключений. Событие нам выдадут особый подарок на память. Зум объектив Шарлотта. Его нужно прикрепить к вашим камерам и затем использовать их. У объектива есть интересная особенность. На всех персонажах во время боя его использовать нельзя. Но вот если вы играете за Шарлотту, тогда фото можно делать прямо во время боя, удерживая ее ешку. И можно делать потрясные фотки в подземельях. В награду за события получим 420 примагемов и зум объектив. А в моем телеграме есть два актуальных промокода и розыгрыш. Ссылка в описании. Касаемо нового рекорда Геншина, баннеры Фурина и Байджу установили новый рекорд по прибыли в Геншине. Заняв первое место среди остальных баннеров и реранов. Это статистика китайского рынка. Но такая же история наблюдается и на других платформах. При этом практически все игроки крутили Фурину. А вот Байджу совершенно обделили. Ну и в общем и целом количество игроков в Геншине сейчас заметно снижается. Но при этом доходы у разработчиков только растут. Неужели из игры уходят только фритупо игроки? Напишите в комментариях выбили ли вы Фурину? И что думаете о продажах ее баннера? Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и всем пока!